Всем привет, ребят! С вами Маша и Гоша, Florarium Plants. Мы очень давно не появлялись на экране, решили показать вам наши лица, чтобы вы не забыли, кто мы. Вот это вот это Гоша, это вот Маша. Но это не точно. Но это не точно, да. Сейчас мы с вами будем делать очередную ерунду. Пока отключусь, сейчас включусь и будем рассказывать, что за ерунду. Короче, сегодня мы будем с вами делать бёрб. Бёрб – это некая такая штука, придуманная немцами, как интерьерный флорариум. Задумка заключается в том, что здесь есть автоматическое освещение, которое само включается и выключается, и туманный генератор. Ну и дренаж тут есть. Мы уже с ними работали, но, скажем так, как обычная идея, хорошая реализация чуть подкачала. Ну, поэтому мы сегодня вам расскажем плюсы и минусы и оформим вместе с вами его. Давайте посмотрим, из чего состоит этот бёрб. В таком вот разобранном виде он, собственно, приходит. Он в коробке, показывать её не будем. Состоит он из такого вот акрилового шара. С одной стороны, акрил – это, конечно, хорошо. Он прозрачный, у него нет никаких искажений, никаких пузырей внутри. А с другой стороны, он очень царапучий. Вот, поэтому нужно быть аккуратным. Вот, царапается буквально от всего, даже ногтём может поцарапаться. У него есть дренаж и автоматический слив дренажа. Сейчас найдём. Вот трубочка. Вот, когда нам нужно слить дренаж, вынимаем её, опускаем, и вода течёт. Вот эта штука – это разделительный слой между дренажной водой и почвой. Мы уже собрали вот эту вот штуковину. Она состоит, наверное, из фетра, что ли. Она препятствует просыпанию почвы вниз. Такие дырочки довольно крупные есть. И также, судя по вот этим хвостам, она должна подтягивать наверх воду из дренажа. Ну, насколько это хорошо работает, непонятно. Фетр – такой материал, не сильно гигроскопичный. Засовывается вот так в сложенном виде. Далее открывается и ставится. Всё. На вот эту штуку ставится затычка. Всё, дренаж собран. Всё просто. Дальше идёт крышка. Вот такая вот. Она, если что, открывается. Ой, что-то выпало. Это просто резиночки, чтобы она, видимо, не сильно тёрлась по акриву. Всё, зафиксировалось. Далее. Вот это модуль полива, так называемый. Здесь стоит обычный маленький туманогенератор, таблетка. Вот такое вот отверстие, по которому туман стекает внутрь самой банки. И заодно, если вы случайно перельёте сюда воды, лишняя вода тоже стечёт через это отверстие. Крышечка. Крышечка. Ставится просто. Туманогенератор подключается при помощи такого штекера. Вот сюда. Работа его завязана на датчике влажности, который находится вот здесь и достаточно часто врёт. Дальше. У нас есть такая вот штука. Это угольный фильтр. Нужен он для того, что вдруг вы вздумаете выращивать там коноплю. Потому что для чего ещё нужен угольный фильтр, я не знаю. Обычные растения не воняют. Но раз он есть, установим. Вернее, даже не так. Ставится он вот сюда. Под ним находится вентилятор. Вентилятор внутрь туда загоняет воздух. То есть угольный фильтр нужен для того, чтобы отфильтровать внешний воздух. Непонятно от чего. И протолкнуть его туда. И дальше крышечка с сеткой. Просто декоративная. Вот. Всё. Если нам нужно открыть, открываем. Давайте нальём в него воды. Влезает сюда около 200 грамм. Это очень мало. 250 может. Закрываем. Далее втыкаем шнур питания. Вот сюда. Тут разъёмчик. Свет загорается плавно. То есть там есть диммер какой-то. Вот. Тухнет он тоже плавно. Также тут есть одна единственная кнопочка. Вот, кстати, смотрите. Туман заработал. При первом включении он всегда срабатывает. Дальше уже он будет ориентироваться на показания датчика влажности. И, по-моему, после открывания-закрывания крышек он тоже будет включаться, чтобы компенсировать потери влажности при открытии. Работает он около минуты, по-моему. Может, меньше. Можно, кстати, открыть, посмотреть, как он там туманит. Вот он как раз прекратил это делать. После открытия-закрытия крышки снова, да, сработал туман. Я понимаю, секунд 30 он даже работает. И работает вентилятор. Вентилятор тоже завязан на показания датчика влажности, но срабатывает он чаще, чем нужно. Поэтому в прошлых наших биорбов мы датчик влажности немного заклеивали. А если это не помогало, мы заклеивали вот эту вентиляционную штуку изнутри скотчем, чтобы излишне... Сейчас мы померяем люксметром, как же у нас светят эти... Сколько там? Шесть диодиков. Вот, кладем на самое дно. И, знаете, получается 2000 люкс. Что, в общем-то, не так плохо для таких, в общем-то... Уровень почвы будет выше. Давайте поднимем. Вот так вот, например. Тут уже 3, 3100, 3200. В общем, по краям... По краям 2000. В общем, вполне неплохо. То есть, всякие красные растения, наверное, не очень хорошо здесь будут себя чувствовать. Вот. Различные селегинеллы, стаурагины... Вот. Вполне себе. Я думаю, даже альтернатера, наверное, будет. В упаковку товарищи вложились знатно. Мы сейчас, как люди, проходящие через это, представляем, сколько это стоит. Ну, вот здесь есть всякие интересные плюшки, идущие в комплекте. Кроме вот этого дренажного отсека. Тут еще есть в комплекте грунт на основе кокоса. Предлагается его замачивать и использовать его. Но мы будем стандартные БГ пользоваться. Еще здесь есть вот такие классные штуки. Это просто дистиллированная вода, на самом деле. Между тем мы уже посадили... Вернее, сделали хард, залили все это водичкой, выбрали растение. Вот здесь вот у нас лептинелла, как наименее перевередливая. Вот, потом фикус пумеламинима, санириомакулата, стаурагин. Ну, не факт, что мы все это будем сажать. И микросининги, которые мы оторвали от нашего сердца, потому что мы их никак не размножим. Посадка фикуса пумеламинима. Это маленький фикус с карликовыми листиками, лианоподобный. Он вот так все обвивает. Очень классная штука, особенно когда покроет все эти коряги. И вот останется он такой симпатичный, малыш. Еще здесь будет зелена. Пришел черед санирилы. Это санириломакулата. Интереснейшее растение. Оно очень красиво цветет фиолетовыми цветами. И в природе растет в подлеске. И относится к тем растениям, которым не нужен большой объем освещения, большая мощность. И еще они могут размножаться листами. И самое главное, любят покушать. Красивые и достаточно редкие. Вот. Нарастет вверх. Ее потом надо подстригать. И рядом сажаете ее. Либо части, либо макушки. А то, что срезали снизу, оно тоже будет ветвиться. Таким образом у вас получится густой, красивый кустик. Это стаурагин репенс. Это вообще аквариумное растение. Но оно может жить и под водой, и над водой. В воде она имеет более светлый цвет. И вот ближе к вот такому листью. А когда переходит насухо, она становится вот такими длинными стволами и цветет белыми цветочками. Пришло время пучу покровки. Тоже интересный факт. Лепсинелл на самом деле это садовое растение. В принципе оно даже может зимовать. Но мы не пробовали. Лепсинелл на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok